Некоторые шашисты думают, что надо играть в партии позиционно. Другие считают, что надо играть комбинационно. Но на самом деле ошибаются и те, и другие. Чтобы добиться положительного результата в партии, следует играть позиционно, но учитывая при этом комбинационные возможности и свои, и соперника. Зачастую в партии бывает так, что мы давим соперника позиционно, но для того, чтобы победить, в конце концов мы должны провести комбинацию. Если же мы ее не проведем, то мы можем даже проиграть эту партию. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим урок от заслуженного тренера СССР Льва Рамма, который в свое время был тренером неоднократных чемпионов СССР по русским шашкам, гроссмейстера Виктора Литвиновича и мастера Ираиды Спасской. Вначале будем рассматривать простые позиции и затем переходить к более сложным примерам. Первая позиция 3 на 3 кажется простейшая. На самом деле здесь есть подводные камни за обе стороны. Ход черных. В этой позиции у черных есть два хода. СБ6 и СД6. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти правильный план игры за черных. Вначале давайте рассмотрим ход СД6. Черные наметили жертву на ход АЖ7. То есть играем ДЦ5 и когда белые ставят дамку по большой дороге, жертвуем шашку СД4. И видите, черные успевают прорваться в дамки. То есть белым мешает собственная же шашка Е5. Данный прием называется перекрытие. Все вроде бы логично, но на самом деле ход СД6 проигрывает. Белые не позволяют черным пожертвовать шашку, а сами жертвуют первыми. То есть на ход СД6 играем СБ4 и АЖ7. Ну и как бы черные не играли, затем нападаем. Еще раз нападаем. И видите, шашки черных связаны. Приходится жертвовать шашку. И черные не могут прорваться в дамки. Белые легко побеждают. Поэтому к ничьей вел только ход СБ6. Теперь, если белые играют АЖ7, тогда играем БЦ5. Ну и на постановку дамки снова идет прием перекрытия. Черные добиваются ничьей. А здесь, видите, в этой позиции шашку жертвовать бесполезно. Потому что черные успевают прорваться в дамки. Затем пожертвуем ЕВ2 и достигаем ничьей. Следующая позиция. У белых центр. У черных позиция хуже. Но белым надо как-то подумать о том, чтобы распорядиться грамотно своим преимуществом. У белых в этой позиции есть три логичных плана игры. ЕВ2, АБ2 и АБ4. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти сильнейший план игры за белых. Ну, ход ЕВ2 в данном случае пока кажется преждевременным. Потому что у черных нет возможности для прорыва на правом фланге белых. Поэтому давайте рассмотрим только два хода. АБ4 и АБ2. После хода АБ4 черные играют ЖФ6. Ну и на ход АБ2 они уже играют ЖФ4. То есть они подготовили жертву. Хотят сыграть АЖ5 и затем прорваться в дамки. Поэтому у белых есть два хода в этой позиции, чтобы препятствовать жертве черных. Если они играют ЕВ2, тогда черные используют комбинационные мотивы. То есть они играют ФЕ5. Приходится бить в эту сторону. Тогда черные загоняют белых в дамки. Тут же эту дамку ловят и сами прорываются в дамки. С выигрышем. Если белые видят, что ход ЕВ2 не проходит, допустим, играют БЦ3, тогда уже играем ДЕ7. Ну и теперь на ход ЕВ2 играем СД6. То есть ЕВ2 уже проигрывает. Приходится меняться. Тогда нападаем ФЖ5 и шашка Ф4 белых не минуем на гибнет. Белые проигрывают. А если ЕВ2 не играть, допустим, сыграть ФЕ5, тогда черные попадаются на комбинацию белых. Они не боятся ее. То есть смело играют АЖ3. Белые вроде бы проводят комбинацию, но их дамка тут же гибнет. И возникает равная позиция 3 на 3. Черные достигают ничьей. То есть видите, в этом примере черные умело использовали комбинационные и позиционные мотивы. Ну а самый сильный план игры все-таки за белых это АВ2. Теперь на ход ЖФ6 мы уже играем БЦ3, а не АВ4. Ну и на ход СД6 играем СБ4. И черных спасает только вот такая жертва. ДЦ5. Приходится бить в эту сторону, иначе черные грозили зайти в рюкки. Но здесь черные нападают, белые жертвуют обратно лишнюю шашку и играют АВ4 с преимуществом. Да, черные здесь еще могут бороться за ничью, но это предел их мечтаний. Следующий пример. Рассмотрим партию. СБ4, ФЖ5, БА5, ЖФ4. Черные ставят так называемый тычок бой-бой-бой-бой. БЦ3, ЖФ6, СД4. Ход не самый сильный, потому что позволяет черным с выгодой развить шашку А7. То есть в дебюте обратный тычок, белые как раз играют на отсталую шашку А7. А в данном случае у черных уже слабостей нет. Ну и здесь уже у черных преимущество. АВ2, АЖ7 обе стороны подтягивают свои отсталые шашки. БЦ3, ЖФ6. Белые играют СБ4. И видите, у них образовался пассивный треугольник из трех шашек. Черные закрываются, СД6. И белые здесь размениваются, ДЕ3. И преимущество черных становится уже очень огромным. Скорее всего выигранная позиция. ФЕ5, АЖ3, ЕФ6. Белые еще как-то пытаются сопротивляться. Подвязывают центр черных ЕФ4. Но черные смело вываливаются в центр ЕД4. Ну и на ход ЖФ4 играют ФЕ5. Белые меняются. И ставят такую позиционно-комбинационную ловушку. То есть в этой позиции у черных есть три варианта ответа. Логичных. ДЦ7, ДЕ7, ФЕ7 и ФЖ7. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти сильнейший план игры за черных. Давайте рассматривать ходы по очереди. ДЦ7 кажется логичный ход. Но он не ведет к победе. Белые играют ЕД2. И не позволяют развить черным шашку Ф8. Ни на Е7, ни на Ж7. Потому что на любой ход этот белые проводят комбинацию. ДЦ3 пропускают черных дамки. Дамку тут же ловят. И должны победить. Если же черные в этой позиции играют ДЦ3. Тогда белые отходят. Черным надо меняться таким образом. И белые играют СД4. И снова видите ход ФЕ7 и ФЖ7. Невозможен из-за комбинации СБ2. Так, рассмотрели ход ДЦ7. Он плох. Давайте теперь рассмотрим ход ДЦ7. После хода ДЦ7 белые проводят тройной размен. Как я называю тройной одеколон. ФЖ5, ФЕ3. Побили, побили. И в этой позиции, несмотря на центр, черные победить не могут. Играем АЖ5. Вынуждаем играть ФЖ7. Нападаем Ж6. Приходится играть ЖФ6. Кажется, что белым не сдобровать. Но на самом деле их выручает ЖФ6 и БЦ5. И черные, несмотря на лишнюю шашку, победить не могут. Белые прорвутся в дампу. То есть ДЦ7 тоже не выигрывает. Давайте теперь рассмотрим ход ФЖ7. После этого хода белые также проводят тройной одеколон. ФЖ5, ФЕ3. Побили, побили. И здесь уже АЖ5 играть плохо из-за размена. Поэтому белым надо пожертвовать шашку АБ6 и меняться ВЦ5. И несмотря на лишнюю шашку, черные снова не могут победить. То есть на ход Ж6 или ЖФ6. Белые играют СД6 и добиваются ничьей. А, допустим, на ход ДЕ7 играем АЖ5. И снова, как бы черные не играли, белые добиваются ничьей. То есть на ход Ж6 белые жертвуют еще одну шашку. И первыми достигают большой дороги. Например, СД6, ЖФ4, ДЕ7, ФЕ3. Поставили дампу на Д8. Ну и на любой ход, допустим, ЕД2. Занимаем большую дорогу. С ничьей. Если же в этой позиции черные сыграли бы с ЖФ6. Ну, здесь можно даже СД6 сыграть. Так называемая присоска. Ну, в какую бы сторону черные не побили, белые достигают ничьей. Ну и, наконец, последний ход. ФЕ7. Оказывается, только он ведет к победе. Остальное не выигрывает. Теперь, если белые проводят тройной одеколон. То выясняется, что он не ведет к ничьей. То есть, на ход ХЖ5 мы уже размениваемся смело. И жертва шашки АБ6 не дает ничьей. Потому что две черные шашки легко справляются с одинокой шашкой белой. Поэтому так меняться нельзя. Приходится играть ЕД2. Тогда черные, видите, успели развить шашку Ф8 на поле Ф6. То есть, в предыдущих примерах у них не получалось этого сделать. А здесь без проблем они побеждают. То есть, остается играть только ДЕ3. Тогда играем ДЦ7. Ну и на размен назад. Уже вываливаемся в центр СД4. Не давая хода ЕФ2 из-за простого ДЦ5. И черные попадут в дамки. Остается играть только ЕД2. Тогда заходим в люпки. Приходится жертвовать шашку. И играть СД4. Ну и черные здесь побеждают. Например, ЖФ4. Приходится нападать. Другого нет. Отдаем обратно лишнюю шашку. Несмотря на то, что белые проходят дамки. Черные здесь побеждают. То есть, играем на ход БЦ5 ЕФ2. Надо нападать СБ6. Ставим дамку. И тут же эту дамку белых ловим. С выигрышем. Следующая позиция. Пример творчества советского и белорусского шашиста. Гроссмейстера Виталия Габриеляна. Эту партию он сыграл с шашистом по фамилии Каун Берзинш. В 1986 году. В этой позиции у черных было три хода. ФЖ7, ФЕ7 и ДЦ5. Давайте рассмотрим все по очереди. Ну, ход ДЦ5 проигрывает сразу же. То есть, белые играют АЖ3. И на ход ФЕ7 или ФЖ7 играют ДЦ3. Теперь, неважно ЕД6, ЕФ6. Белые проводят удар с прорывом дамки. То есть, СБ4. Затем же Ф4. В этой позиции белые должны победить. Если в этой позиции черные, допустим, играют АБ4, тогда уже смело меняемся. Ну и ход ЖФ4 здесь не отразим. Белые также прорываются в дамки с выигрышем. Поэтому ход ДЦ5 проигрывает. Теперь давайте рассмотрим ход ФЕ7. Так и было в партии. Ну и в этой позиции гроссмейстер Виталий Габриэлян блестяще победил своего соперника. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти план игры за белых. Так, белые умело используют позиционные и комбинационные мотивы. Играем ДЦ3. И снова выясняется, что на ход ДЦ5 мы уже играем АЖ3. Допустим, ЕД6 или Е6. И снова проходит вот этот удар, который мы уже с вами видели. Прорывом в дамки. Если черные это видят, допустим, играют ДЕ5. А здесь простая комбинация стоит. То есть играем СБ4, затем ЕД2. И белые прорываются в дамки с выигрышем. Поэтому остается единственный ход. Е6. Так и было в партии. Но белые здесь красиво победили. АБ4. Приходится играть ФЕ5. И играем АЖ3. Не даем пошевелиться черным. ЖФ4, ЖН2. АЖ5, ЕД2. Все форсировано. Черные здесь еще попытались посопротивляться. Играют ЕД4. Но белые здесь нашли комбинацию. То есть бьем Ж на С7. Ну и после того, как черные бьют, проводим комбинацию. Играем ДЦ3. Ставим дамку. И играем ФЖ3. И затем выигрываем. Так и было в партии. А как же все-таки правильно было играть в этой позиции? Учитывая все эти возможные варианты. То есть надо было рассмотреть позицию на 10 ходов вперед рассчитать, что называется. Если бы черные увидели, вот как раз тот, помните, удар с поля Ж3. Вот ту комбинацию. Они бы сыграли ФЖ7. А здесь уже белые победить не могут. То есть на ход ДЦ3 мы играем ДЕ5. Видите? Если бы шашка была на Е7, тогда бы белые провели комбинацию. СБ4 и ЕД2. А здесь она уже дает только ничью. Поэтому белым приходится играть АЖ3. Тогда черные нападают. Вот надо закрываться. ЖФ4, ЖХ2. ЖФ6. АБ4. ФЖ5. Ну и остается играть только БЦ5. И черных здесь выручают ход ЕД4. Приходится бить Ж на Е5. Бьем на преддамочное поле. И этот эншпель ничейный за черных. Белые победить не могут. Ну и последний пример на сегодня. Также умелое сочетание со стороны белых комбинационных и позиционных идей. Партия Зейналов-Капелюшник 1984 года. В этой позиции черные сделали вроде бы логичный ход АБ6. То есть они хотят сыграть БЦ5. Полностью занять центр. И попытаться победить в этой позиции. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Этот ход оказывается уже проигрывает АБ6. Белые умело сочетают комбинационные и позиционные мотивы. И побеждают во всех вариантах. Самая главная идея, что у черных очень ослаблен правый фланг. И белые постоянно проводят вот такой удар с поля А3 на поле А7. Играем смело ЕФ2. Парадоксальный ход. Белые сдвигают свою сильную шашку Е1. Золотая шашка или как я называю царская шашка. И выясняется, что черным по сути некуда ходить. То есть хода ЖФ4 нет из-за простого ДЕ3. И белые попадают на придамочное поле. Ход ЖФ4 проигрывает тоже из-за похожей комбинации. То есть отдаем две шашки, пропускаем черных дамки. Затем еще одну. И белые прорываются на придамочное поле с выигрышем. Если играть ЖФ6 или ЕФ6, без разницы, то здесь снова выигрывают ход ЖФ4. Ну и как бы черные не били, то есть если сразу бьют дамки, тогда играем ДЕ3 и выигрыш. Если же черные бьют сперва на Е3, тогда бьем на Ф4, пропускаем черных дамки и снова белые прорываются на придамочное поле, предварительно уничтожив черную дамку. Поэтому в этой позиции черные сыграли БЦ5. Но здесь белые провели симпатичную комбинацию. Только уже удар идет с другой стороны. То есть они сыграли СД4, приходится бить на Е1. Тогда играем Х4 и такой красивый круговой удар. Бьем 4 шашки соперника и дамку с выигрышем. Так и было в партии. Ну и последний еще нерассмотренный ход. В этой позиции остался у черных ДЦ5. А вот здесь белые как раз побеждают уже позиционно. Здесь комбинации нет. Играем СБ4. Черным приходится закрываться. И видите, 3 шашки белых связали 4 шашки черных. То есть у черных играют 5 шашек, а у белых 6. Белые здесь должны победить. Например, ФЕ3. Грозим сыграть ЖФ4, поэтому приходится меняться. Тогда белые сами меняются до Е3. Ну и на ход Е6. ЖФ6 связывают в центр черных. ЕФ4. А Ж7. Меняемся вперед. С угрозой сыграть АЖ5 и ЕФ4. И прорваться в замке, поэтому приходится нападать. Тогда играем ЖХ2 и бьем назад. Ну и здесь две шашки белых легко справляются с одинокой шашкой черных. ЖФ6, ФЕ3, ФГ5, АЖ3, ЖФ4, ЖФ4. И черным некуда ходить. Если вам понравилось данное видео, то обязательно поддержите мое творчество Лукасом и подпиской. Под предыдущим видео вы поставили 100 лайков, поэтому я записал для вас это видео. Давайте, друзья, сделаем так. Если вы меня поддерживаете, поддерживаете мое творчество лайками, то я записываю новые видео. Как можно скорее. Если же под видео менее 100 лайков, тогда я делаю небольшой перерыв. От трех дней до недели. Давайте уважать друг друга. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо непонятно. Не стесняйтесь, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья, и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.